И мы продолжаем наш телемарафон. Великая Отечественная война заставила создавать в Куйбышеве совершенно новые уникальные предприятия. Так в эти годы в области родилась совершенно новая индустрия – газовая. Для того, чтобы промышленные и оборонные заводы могли эффективно работать, выпускать много продукции, заводам как воздух была нужна энергия. И сегодня в нашей студии ведущий специалист по связям с общественностью компании «Газпром Трансгаз Самара» Оксана Ларешина. «Газпром Трансгаз Самара» – это то самое предприятие, которое построило в Куйбышеве первый газопровод. Оксана Александровна, здравствуйте, рад вас видеть. И первый вопрос, вы знаете, наверное, технический. Вот для понимания всех зрителей, насколько это было сложное сооружение по тем временам. Первый газопровод в Советском Союзе, если я не ошибаюсь, Бугруслан Куйбышев. Ну, через похвесни он проходил. Да, все верно. Здравствуйте, рада всех приветствовать. Сооружение газопровода было делом не просто сложным, было делом неимоверно, удивительно сложным, потому что это был первый газопровод. Опыта сооружения газопроводов не было. Не было опыта сооружения именно дальних газопроводов, а его протяженность была 160 километров в итоге. Категорически не хватало всего. Материалов, техники, рабочих рук. И сроки были очень сжатыми, нужно было построить его как можно быстрее. И вот в этой обстановке как решали проблемы? Значит, не хватает опыта. Кто может помочь? Те, кто имеет, ну, хоть какой-то опыт с трубопроводным транспортом, кто имел дело. Бакинские нефтяники. Они очень помогли. Около 800 человек специалистов было командировано в наш край. В основном в Похвестневой они базировались. И вот они очень помогли в строительстве этого газопровода. Александра Александровна, ведь строился газопровод в очень сложных условиях, да, в условиях жесточайшей суровой зимы. Я читала воспоминания тех людей, которые строили газопровод. И там рассказывали о том, что вот резинные муфты, которыми скрепляли трубы, они твердели на морозе. И чтобы их как-то оживить, отогреть, люди клали их под телогрейки и теплом собственного тела, так скажем, приводили эти резиновые муфты в то состояние, которое было нужно. Да, это правда. Это воспоминания одной из участниц строительства газопровода, Эльзы Генриховны Соловьевой, она из Поволжских немцев. Вот это ее воспоминания, да, ее бригада так работала. Дело в том, что газопровод строился из двух видов труб. Часть газопровода была проложена из стальных труб, и часть газопровода была проложена из асбоцементных. Асбоцементные трубы более никогда не использовались при строительстве таких трубопроводов. Они, в принципе, не предназначены для транспортировки газа. Но тогда это была необходимость, потому что вынужденные меры до остальных труб не хватало. И вот если стальные трубы можно соединить, участки можно соединить при помощи сварки, то асбоцементные, естественно, сварить их невозможно. Их можно только соединить резиновой муфтой. На морозе резина буквально дубеет. И вот единственный способ, как вернуть ей эластичность, это ее согреть теплом собственного тела. Я знаю, что на фотографиях того времени очень много женщин, которые строили газопровод. Я правильно понимаю, что именно к этому тяжелому труду привлекался женский труд? Да, безусловно, потому что в основном мужчины все ушли на фронт. Была объявлена трудовая повинность для жителей тех регионов, тех сел, мимо которых проходил газопровод. И, естественно, в основном женщины, и в основном вручную его строили. То есть это было рытье, и затем засыпка траншей, это была очистка труб перед нанесением изоляции. То есть неквалифицированный, очень тяжелый труд, практически все вручную, потому что техники тоже не хватало. На морозе, судя по всему. Да, и на морозе, и в грязи, и на жаре, потому что строительство шло с весны 1942 года по сентябрь 1943. То есть все времена года застали, естественно, все тяготы, всех климатических условий. Была очень тяжелая норма выемки грунта на человека 3 кубометра земли в день. Это очень много. Это очень тяжело. Это вручную, это лопатой. Ведь это женщины. Это женщины. При этом вот на строительстве выходила газета «Застахановский труд», и в одном из номеров был материал о работе женской бригады землекопов. И там писали о том, что они перевыполняли норму и выбирали по 4, даже по 5 кубометров. Причем вот смена заканчивалась. Здесь бригадир шла, осматривала траншеи, она их вымеряла, чтобы не было кривизны, чтобы была нужная глубина, потому что глубина залегания трубы должна быть 2 метра. Она это все вымеряла, выверяла. Вот тяжелейшие условия, тяжелейшие бытовые условия, абсолютная неустроенность, это и проживание в бараках, которые практически были непригодны для жилья. Конечно, руководство строительства пыталось наладить вот эти вот бытовые условия. Но не сразу все это получалось, потому что невозможно. Да, насколько это было возможно. Санна Александровна, у меня вот такой наивный вопрос. Насколько было необходимо строительство газопровода? Мы могли без него обойтись тогда или не могли? Это было очень-очень необходимо, потому что как только наш город принял эвакуированные предприятия, сразу резко возросла потребность в топливе, и очень тяжело было его доставлять. Донбасс оккупирован, уголь традиционное топливо, Донбасс оккупирован, донецкий уголь привозить уже невозможно. Приходится возить карагандинский, он хуже качеством, чем донецкий. Из Донбасса. И очень много железнодорожных вагонов должно быть задействовано для того, чтобы его возить в условиях военного времени. Тоже это вот очень загруженная железная дорога, это очень тяжело. Плюс погрузка-разгрузка угля, особенно зимой тяжелейший труд, когда его нужно разбивать, когда он смерзается. Поэтому очень ждали вот этого газа, этого местного топлива, недальнепривозного и такого, который не требует дополнительных усилий, дополнительного транспорта, который идет вот по проложенным под землей трубам. А сколько куйбышских заводов получало вот этот газ и что это в итоге, ну, в практической плоскости? Вот первым потребителем, первым получателем, скажем так, газа была безымянская ТЭЦ. 15 сентября... То есть это электроэнергетика на самом деле? 15 сентября началась, был сдан в эксплуатацию газопровод и началась транспортировка газа. 17 сентября безымянская ТЭЦ приступила к сжиганию газа. До этого она работала на мазуте и на угле, и постепенно она начала переходить с мазута и угля на газ. Значит, немногим меньше года прошло, и уже на 50% она работала на газе. В течение буквально месяца с момента сдачи газопровода в эксплуатацию около 50 предприятий были газифицированы и в Куйбышеве, и по трассе газопровода вот от Бога Руслана до Куйбышева. К январю 45-го года уже сотни предприятий получала газ. Александра Александровна, у нас осталось совсем немного времени, и есть такая возможность поздравить ветеранов в вашей отрасли, тех людей, которых, наверное, не осталось немного, но все-таки еще есть, наверное, живые люди, которые трудились в то время с тем великим праздником Победы, который мы сегодня отмечаем. Буквально несколько слов, да. Я бы сказала спасибо за такую возможность, это честь от лица нашего предприятия, от нашего коллектива поздравить всех ветеранов. Желаю здоровья, желаю мирного неба над головой, и должна сказать, что коллектив нашего предприятия «Газпром Трансгаз Самара», поскольку предприятие было основано в годы войны, для нас военная история – это вообще тема такая очень трепетная, поэтому мы храним память, и многие наши сегодняшние социальные проекты тоже связаны с военной историей, с краеведением, с патриотическим воспитанием. Спасибо вам большое, Оксана Александровна, за эти слова, с праздником вас. С Днем Великой Победы. Спасибо, что пришли к нам сегодня. С Днем Великой Победы.